Здравствуйте, дорогие ребята! Мы продолжаем изучение биологии. Тема нашего урока – движущие силы эволюции, макро- и микроэволюция. Сегодня на уроке мы сравним, чем макроэволюция отличается от микроэволюции. Узнаем, как происходит видообразование, рассмотрим основные направления эволюции органического мира. Микроэволюция – это эволюционные изменения на внутривидовом уровне. Видообразование представляет собой процесс расщепления одного вида на два и более новых видов. Благодаря процессам видообразования обеспечивается большое многообразие живой природы. Для начала видообразования должен прекратиться обмен генами между популяциями одного вида. Зачастую причиной остановки обмена генами между популяциями становятся какие-либо географические преграды, такие как ледники, горные цепи, реки, озера. Ввиду отсутствия обмена генами между популяциями создаются условия для генетической дивергенции этих популяций. Дивергенция может образоваться на почве расхождения условий обитания, вследствие чего организмы должны к ним приспосабливаться, вырабатывая новые адаптации. Также причиной дивергенции могут быть случайные изменения в составе генофонда популяции. Выделяют две основные формы видообразования – аллопатрическое и симпатрическое. Аллопатрическое видообразование. При географическом видообразовании новые виды могут возникать вследствие разделения ареала широко распространенного родительского вида. Образование разного рода, географических барьеров, к примеру, горных хребтов, рек, морских проливов приводит к появлению географически изолированных друг от друга популяций – изолятов. Обычно условия обитания на разделенных участках ареала несколько отличаются, в результате чего организмы вынуждены приспосабливаться к ним. Поэтому действие отбора на изоляты будет разным, что со временем приведет к накоплению новых генотипов и фенотипов. Отсутствие обмена генами между популяциями и действие естественного отбора в итоге приводит к репродуктивной изоляции и к образованию новых самостоятельных видов. Классическим примером аллопатрического видообразования являются виды эндемики, возникшие на островах. Например, известно, что разные виды вьюрков, которые обитают на Галапагосских островах, произошли от единственного континентального вида. Аллопатрическое видообразование всегда протекает сравнительно медленно на протяжении сотен тысяч поколений. Симпатрическое видообразование может протекать несколькими способами – хромосомные мутации, полиплоидия, гибридизация. Один из них – возникновение новых видов при быстром изменении кариотипа путем полиплоидизации. Известны группы близких видов, обычно растений, с кратным числом хромосом. Так, вроде хризантем, все виды имеют число хромосом кратное 9, то есть 18, 27, 36, 45 и так далее до 90. В родах табака и картофеля основное исходное число хромосом в кариотипе 12, но имеются виды с 24, 48, 72 хромосомами. В таких случаях можно предположить, что видообразование шло путем полиплоидизации основного хромосомного набора предковой группы. Подобные процессы хорошо воспроизводятся в эксперименте с задержкой расхождения хромосом в миозе, воздействием специальных веществ, разрушающих нити веретеноделения во время метафазы, например, колхицином. Другой способ симпатрического видообразования – гибридизация с последующим удвоением числа хромосом. Сейчас известно немало видов, гибридогенное происхождение и характер генома которых может считаться экспериментально доказанным. Например, культурная слива возникла путем гибридизации терна с алычой с последующим удвоением числа хромосом. Третий способ симпатрического видообразования – возникновение репродуктивной изоляции особей внутри первоначальной единой популяции в результате фрагментации или слияния хромосом и других хромосомных перестроек. Этот способ распространен как у растений, так и у животных. Например, среди плодовых мушек рода дрозофила. Особенностью симпатрического пути видообразования является то, что он приводит к возникновению новых видов, всегда морфологически близких к исходному виду. Лишь в случае гибридогенного возникновения видов появляется новая видовая форма, отличная от каждой из родительских. Симпатрическое видообразование происходит за счет образования в пределах популяции. Образование новых видов в результате хромосомных перестроек может происходить в популяциях, населяющих один и тот же район и не разделенных никакими барьерами. Макроэволюция – это процесс образования надвидовых систематических групп, таких как родов, семейств, также надвидовая эволюция. Основой макроэволюции являются те же факторы, что и у микроэволюции. Это наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный отбор, репродуктивная изоляция. Сходно с микроэволюцией, макроэволюция носит дивергентный характер. За течением макроэволюции сложно наблюдать, так как она протекает в исторически огромные промежутки времени. Однако существует ряд доказательств, который указывает на реальность протекания процессов макроэволюции. К ряду таких доказательств относятся палеонтологические. Наука палеонтология занимается исследованием ископаемых остатков вымерших организмов, выявляет их сходства и различия с современными формами организмов. Благодаря палеонтологическим данным можно изучить животный и растительный мир прошлого, воссоздать внешний вид вымерших организмов, найти связь между древнейшими и современными формами организмов. Сопоставляя ископаемые останки из земных пластов различных геологических эпох, можно проследить за изменениями, происходящими в органическом мире, установить последовательность появления и развития разных групп организмов. Палеонтологические данные позволили установить переходные формы между древнейшими и современными группами организмов и составить филогенетические ряды. Это ряды видов, последовательно сменявшие друг друга. Ихтиостеги – это переходная форма между кистеперами рыбами и земноводными. Как видно, переходные формы сочетают в себе признаки древних и эволюционно более молодых групп. По останкам животных и растений ученым удалось составить непрерывные ряды форм животных и растений, от древнейших до современных. Российский ученый Владимир Ануфревич Ковалевский смог воссоздать филогенетический ряд лошадей, анализируя который стало понятно, что изначально лошади имели пятипалые конечности и небольшие размеры. Но с течением времени в связи с переходом исключительно на растительную пищу число пальцев уменьшалось, а размеры тела увеличивались. Предположительно, на данный эволюционный процесс ушло около 60-70 миллионов лет. Зародышевое развитие организмов, изучением которого занимается наука эмбриология, позволяет выявить степень родства между организмами, между онтогенезом и филогенезом. Существует четкая взаимосвязь, на наличие которой обращал внимание сам Дарвин. Развитие внушительной части организмов начинается с оплодотворенного яйца. Если проследить зародышевое развитие рыбы саламандры, черепахи, крысы и человека, то на начальных стадиях можно наблюдать поразительное сходство в форме тела, присутствии хвоста, зачатков конечностей, жаберных щелей. Внутреннее строение эмбриона на этих стадиях также очень похоже. Изначально у всех закладывается хорда, которая впоследствии замещается позвоночником. Формируется кровеносная система с одним кругом кровообращения. Строение почек также одинаковое. С ходом развития зародышей между ними начинают появляться все более яркие различия, что связано с приобретением признаков, характерных у каждого сначала для своего класса, затем отряда, рода и в конце концов вида. Данные сходства в развитии зародышей разных видов организмов говорят о происхождении их всех от единого предка. Кроме палеонтологических и эмбриологических существуют и другие доказательства макроэволюции. Например, клеточное строение у подавляющего большинства организмов. Одинаковые принципы деления клеток у всех эокариот, генетическое кодирование, биосинтез белков и нуклеиновых кислот, которые осуществляются также по единому механизму. Приведенные доказательства указывают на единый план строения и общность происхождения всех живых организмов. После знакомства с микроэволюционными процессами, приводящими к возникновению новых видов, рассмотрим основные эволюционные явления на надвидовом макроэволюционном уровне. Огромные масштабы макроэволюционных преобразований живой природы, возникновение крупных систематических групп, типов, классов, отрядов, охватывает десятки миллионов лет. Направление эволюции органического мира. Ученые выделяют три основных типа эволюционных изменений. Параллелизм, конвергенцию и дивергенцию. Параллелизм представляет собой эволюционные изменения, в результате которых у родственных организмов формируются сходные признаки. Сходные признаки образуются в подобных местообитаниях. Примером является переход к водной среде и преобразование конечностей в ласты у китообразных и ластоногих, независимо друг от друга. Конвергенция – это тип эволюционного изменения, в результате которого сходные признаки возникают у организмов, не родственных друг другу, то есть имеющих различное происхождение. Изменению касается только органов, которые напрямую связаны с одинаковыми факторами среды. Например, крупные водные животные, акулы, пингвины, дельфины, относящиеся к разным классам, приобрели определенные сходства во внешнем облике в связи с приспособлением к плаванию. Органы, выполняющие сходные функции, но имеющие принципиально различное строение и происхождение, называются аналогичными. Дивергенция – это тип эволюционного процесса, для которого характерно расхождение единого ствола эволюционного древа на две или более ветвей. Это наиболее общий тип эволюционного процесса. Дивергенция является результатом приспособления организмов к разным условиям существования. Органы, соответствующие друг другу по строению и имеющие общее происхождение, независимо от выполняемой ими функции, называют гомологичными. Органический мир шел по пути постоянного усложнения, от примитивного все более к сложному, постоянно прогрессируя. В ходе этого процесса виды адаптировались к определенным условиям обитания. Происходила их специализация. В соответствии с разнообразными преобразованиями строения организмов, в процессе эволюции выделяют три главных направления – арогенез, аллогенез и катогенез. Арогенез – это эволюционное направление, сопровождающееся приобретением крупных изменений – ароморфозов. Ароморфозы означают усложнение организации, поднятие ее на более высокий уровень, не являясь при этом узкоспециализированными приспособлениями к резко ограниченным условиям обитания. Ароморфозы сопровождаются повышением интенсивности жизнедеятельности. Благодаря ароморфозам, организмы получают преимущество в борьбе за существование, способны совершить переход в новую среду обитания. Ароморфозы характеризуются биологическим прогрессом, повышением выживаемости, снижением смертности в популяциях, увеличением численности организмов, расширением их ареала, формированием новых популяций, ускорением процесса видообразования новых видов. Биологический прогресс обеспечивает победу вида в борьбе за существование. Путем ароморфоза возникают в процессе эволюции крупные систематические группы рангом выше семейства. В процессе эволюции органического мира примерами ароморфозов являются видоизменения покровов тела, органов дыхания, кровеносные системы у позвоночных животных, появление цветка, двойное оплодотворение у растений. Аллогенез – это эволюционное направление, сопровождающееся приобретением идиоадаптаций или алломорфозов. Идиоадаптации – это приспособление к специальным условиям среды, полезное в борьбе за существование, но не изменяющее уровни организации. В отличие от ароморфозов, данные изменения определяют узкую специализированность организмов. Путем идиоадаптаций возникают мелкие систематические группы, такие как виды, роды или семейства. Идиоадаптические изменения также способствуют биологическому прогрессу. К идиоадаптациям относятся, например, покровительственная окраска, уплощение тела придонных животных, формирование соцветий, вида изменения побегов. Катогенез – это эволюционное направление, сопровождающееся упрощением организации. Упрощение организации – морфофизиологический регресс ведет к исчезновению органов активной жизни и носит название дегенерации. Зачастую процесс дегенерации связан с переходом к паразитическому или сидячему образу жизни. С одной стороны, дегенерация ведет к упрощению организации, но с другой – к возникновению различного рода приспособлений к специфическим условиям среды. Дегенерация не исключает процесс биологического прогресса видов. У различных эндо- и эктопаразитов наблюдается общее упрощение строения, но появляются особые органы, например, присоски, крючки, способствующие закреплению и приспособлению в организме хозяина. Кроме биологического прогресса в природе наблюдается и биологический регресс, который характеризуется уменьшением численности, уменьшением ареала распространения, уменьшением количества видов и популяций. Как правило, биологический регресс ведет к вымиранию видов. За историю развития органического мира множество организмов подвергались действию биологического прогресса, что привело к их процветанию и дальнейшему развитию. Другие, не пережив действия биологического регресса, вымерли. Из-за активного воздействия человека на окружающую природу биологический прогресс и регресс видов все больше становится связан с его деятельностью. Ввиду нарушения естественных экосистем, ареалы распространения многих видов животных и растений сокращаются, уменьшается их численность. А вот вредные виды насекомых, устойчивые к действию ядохимикатов, болезнетворные микробы, устойчивые к действию лекарств, наоборот, получают широкое распространение. Эволюция представляет собой очень сложный процесс, сочетающий в себе различные типы изменений. Изменения на уровне крупных таксонов, как правило, протекают с последовательным изменением одного пути изменения другим. Стоит отметить, что ароморфозы происходят довольно редко, поэтому они считаются переломными моментами в развитии органической природы. После ароморфоза группа организмов подвергается действию огромного количества идеоадаптаций. При попадании организмов в сравнительно однородную постоянную среду, далее они могут идти по пути общей дегенерации. Итак, дорогие ребята, давайте подведем итоги. Приобретение приспособлений отдельными группами организмов может при определенных условиях привести к образованию новых видов. Биологический прогресс представляет собой результат успеха борьбы за существование. Отсутствие необходимого уровня приспособленности приводит к биологическому регрессу. Выделяют три главных направления прогрессивной эволюции, каждая из которых ведет к биологическому прогрессу. Арогенез, алогенез, катогенез или общую дегенерацию. Ароморфозы обеспечивают переход от пассивного питания к активному, повышают подвижность животных и так далее. Общая дегенерация как путь биологического прогресса наблюдается у многих форм и связана главным образом с переходом к паразитическому или сидящему образу жизни. Сегодня на уроке мы рассмотрели видообразование. Аллопатрическое, симпатрическое. Определили направление эволюции органического мира. Параллелизм, конвергенцию, дивергенцию. Определили главные направления макроэволюции. Арогенез, алогенез, катогенез. Обратите, пожалуйста, внимание на информационные ресурсы, которые были использованы для подготовки к уроку. Надеюсь, вам все было понятно и интересно. До свидания.